Привет! Ну а теперь мы в Нагорном проекте. Он тоже в районе Котловка. Проходит он на Паршавском шоссе и окружной железной дороге на Немцико. Недалеко от бывшей грузовой станции Канадчиково. Ныне там находится железнодорожная платформа Верхней Котлы, там неподалеку. И вот там от Паршавского шоссе, от этой железной дороги и вплоть до Нагорной улицы, речки Коршуники. Вот как раз проходит этот Нагорный проезд. Проходит он по промзоне. При этом на своем пути пересекает железнодорогу в Паршавском направлении. Недалеко от железнодорожной платформы Нижние Котлы. Ну и также недалеко от этого проезда находятся Москва-река и станция метро Нагоринск. Проезд двухстороннего движения автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении. Длина его составляет около 850 метров, ну почти километров получается. Ну и поскольку проходит он по промзоне, то жилых домов здесь нету. Зато много заборов и аград разных. И много разных нежилых строений. Ну естественно, как я уже говорил, ничего тут не производится в этой промзоне на этом проезде. Какого промышленного здесь нету. Ну опять же, объекты нежилые. Что же здесь находят? Здесь находится строительная база компании Trans-Inch-Stroy. Здание под номером 1. Ну и эта компания занимается эксплуатацией, строительством секретного метро, метро 2, которое как бы существует параллельно с нашим обычным метром Московским. Ну тут у него какая-то база находится. Автосервис под номером 2 владения. Компьютерный магазин Oldie Computers. Здание под номером 3, строение 3. Когда-то тут находилась картонажная фабрика. Ну а теперь остался только компьютерный магазин. Также рядом находится галерея компьютерной эволюции. Здание под номером 3, строение 5. Которая была открыта в 2019 году. Ну и рассказывает о разных этапах развития компьютерной техники, информатики. Более тысячи экспонатов в двух залах. Ну можно видеть орехометр Felix, калькулятор Курта. Первые процессоры, 8-дюймовые дискеты, приставку Dendy. Ну и так далее. То есть то, с чего все начиналось. Эпоха компьютеров. Эра компьютеров. Ну и вот, в принципе, чем все уже завершается. Ну завершается, заканчивается или там, то что сейчас это мы и так можем видеть. А вот с чего все начиналось и как это все разбивалось, можно увидеть как раз в этой галерее. Также на проезде находится офисное здание под номером 5. Ну, бывшее советское здание. В 1935 году постройки. Ну, самым главным, пожалуй, объектом здесь является научно-технический суд вакуумной техники имени Викшинского с заводом «Циклон». Вот, это здание под номерами 7. Тоже советское время постройки. Ну и, в общем, тут разрабатываются всякие вакуумная техника. Понятно, так сказать, аспирационное оборудование, оборудование дымоудаления, противодымные защиты. Ну, в общем, вот это все, что касается вот этой вот вакуумной сферы. Ну и тут же, очевидно, опытный завод при этом институте тоже «Циклон». Ну и, конечно, понятно, как везде аренда, офисы всякие и так далее. Также, наверное, находится институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Российской академии наук, здание под номером 7, строение 8. Еще на проезде находится управление специального строительства, при спецстрой России, здание под номером 10, бизнес-центр Нагорный под номером 10А, управление специального строительства, вот, это я уже говорил, да, когда-то был стройбат, ну, по сути, войсковая часть, да, сейчас, по сути, тоже очевидный объект обороны, Минобороны, да. Ну и офисы на соски и здания, их довольно много, под номером 12, 12Г, 12Д и так далее, с несколькими строениями. Также, естественно, много гаражей, автосервисных организаций, ну, разных небольших таких сервисных офисных компаний, нежилых строениях на этом проезде, ну, как обычно в промзоне, ничего нового здесь нет. Ну, и, с другой стороны, ничего тут посмотреть. Нет никакого смысла, потому что все, в принципе, такое достаточно неинтересное. А вот, если на бульваре хотя бы погулять можно, то здесь такая чистая промзона, и, в общем, на одном одна пыль да грязь, и довольно много машин здесь. Так что, сюда бы я приезжать не рекомендовал. Ну, а так, в принципе, лучше всего доехать от Метро-Тульска на автобусе 25-44, а не приезжать весь проезд, ну, и сейчас по железной дороге тоже вот можно, по МЦК доехать, тоже есть платформы верхней котлы, тоже довольно легко попасть стало на этот проезд. Ну, в общем, будете здесь, можете пройтись по нему. Хотя он не очень предназначен для прогулок. Приятных прогулок это Новый Тринщин, Новый Тсмак.